Это помощник депутата! Говорить сердцем скоро не придется, если ты лицо власти, контролируй язык. Казалось бы, за этим надо следить и сейчас, но пока это дешево. В будущем цена слова подорожает. Госдума одобрила штрафы за хамство чиновников. Пока в первом чтении. Нам этот закон дают под столом того, что это закон против чиновников, но вполне есть риск, что привлекать за так называемое оскорбление будут пытаться всех граждан, которые допустили какие-то негативные высказывания в адрес тех чиновников. Пошел сюда! Вы нормальный? Вы председатель? Маты в лифте, в очереди даже в огороде. Ответственность в обе стороны расширяют и на вне рабочее время, а еще на интернет. И в этом отличие этого законопроекта от того закона, что пока действует. Краевые барнаульские депутаты инициативу в целом одобряют. Говорят, теперь закон для всех один, но не совсем равный. Если мы говорим об обычном человеке, не чиновнике, не представителе власти, то здесь сумма до 10 тысяч, а чиновник это уже в первый раз до 100 тысяч, второй раз до 150. И, конечно, главный вопрос, как говорить на повышенных тонах, никого не оскорбляет, даже если очень хочется. Пока не ясно. К третьему чтению разработчики закона должны подготовить закрытый перечень оскорблений. Как точно делать не надо. Правда, и в этом случае двойные толкования могут быть. Если в мировом сообществе у нас есть лица ЛГБТ-сообщества, и это считается вариантом нормы, то у нас соответствующее изречение по одному конкретному из них может расценить человека как оскорбление. Но будет ли это оскорблением, если это по сути правда, и этот термин, соответственно, который в народе у нас принят, здесь уже устанавливают у нас конкретно суд. И тогда все зависит от позиции судьи, ведь даже лингоэксперта привлекают не в каждом случае. Но, тем не менее, в обществе законопроекту рады, надеются, что власти будут культурнее. Ведь в 2018-м привлекли к ответственности за оскорбление 60 человек, а в 2019-м только за первые полгода 45. А если закон примут, чиновники хама могут даже получить политическую дисквалификацию до года. Но некоторые представители власти уверены в другом. Чем штрафовать, нужно ликвидировать причину взаимной ненависти. Скорее, проблему нужно решать повышением культуры граждан. А для этого, как это не парадоксально звучит, необходимо, наверное, повышать их материальную финансовую состоятельность. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин, Илья Халяпин. День с толком.